привет мои прекрасные зрители меня зовут анна кафырина и вы мы на моем канале youtube на своем канале я рассказываю о своем стремлении к минимализму о своем стремлении к идеальной жизни той которая сидит на текущий момент у меня в голове и я тех трудностях с которыми меня приходится сталкиваться и сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о книжке прощайте вещи новый японский минимализм которую вот я буквально вчера дослушала я слушаю книжки в основном в аудио формате потому что мне так удобнее можно слушать их на ходу и не таскать с собой тяжелую тяжелый талмуд книжки так вот книжку написал сейчас скажу все время забывают японского человека с смешным именем фумио сосаки книжка точно называется прощайте вещи новый японский минимализм так вот она попалась мне случайно совершенно никто мне ее не советовал я была в поисках чок такого почитать насчет минимализма чтобы как-то больше осознать как минималисты относятся к вещам как они паще просчитывают нужна им вещь или не нужна как они учатся прощаться с какими-то памятными вещами и вот несколько советов которые мне больше всего запомнились из этой книжки и первый совет первая мысль улетает первая мысль была о том что каждую свою трату будь то крупная покупка или мелочь нужно рассматривать не только с точки зрения сколько эта вещь стоит но и с точки зрения того а сколько вам нужно времени чтобы заработать те деньги которые эта вещь стоит например вот у меня недавно был случай когда я с коллегой выходила из бара и была дилемма поехать домой на такси или поехать на метро на такси мы успевали это было было пятница 12 там с копейками ночи метро еще работала так вот дорога скажем к примеру от аэропорта до текстильщиков на такси стоил примерно 1000 рублей а та же самая дорога на метро стоила стоит 35 рублей и казалось бы 1000 рублей не такие большие деньги для того чтобы проехаться на такси до дома ну и вроде бы как комфортнее но если оценивать с точки зрения а сколько мне нужно денег чтобы насколько мне вернее нужно времени чтобы заработать эти деньги и потратить их на поездку на такси получается что уже совсем другой расчет например о чем я хочу вам рассказать например человек зарабатывает 75 тысяч рублей это получается что в час он примерно зарабатывает 426 рублей соответственно ему нужно поработать два часа чтобы заработать даже два часа двадцать минут чтобы заработать эту тысячу рублей и проехаться на такси и тут уже как бы начинаешь задумываться а стоит ли а может все таки лучше потратить 35 рублей на поездку и например в этой самой поездке можно сделать какой-то фриланс и заработать еще денег конечно можно оценивать с разных точек зрения этот подход и всякие разные просчеты например с точки зрения комфорта хотя я например если начинаю читать в метро прям вот с экрана или с и с живой книжки то мне нормально если я пытаюсь почитать ту же самую книжку с экрана телефона или с живой версии в машине меня начинает укачивать мне начинает тошнить и болит голова поэтому есть вопросики работать в машине мне тоже неудобно хотя казалось бы никто ни с какой стороны меня не толкает не пихает но вот моя личная особенность если расценивать с точки зрения безопасности то лично я выберу метро потому что есть много случаев всяких неприятных ситуаций происходящих с таксистами которые повелись не самым лучшим способом поэтому книжка призывает к тому чтобы вот учитывать своих тратах не только какую-то абстрактную сумму денег которую вы внутренне считаете приемлемой или неприемлемой для покупки там каких-то товаров работ или услуг но и с других точек зрения и тогда у вас будет складываться более полная картина и вы будете более осознанно и разумно подходить к своим тратам следующая мысль которая меня зацепила это о том что минималисты всегда задумываются о том сколько времени им понадобится на то чтобы содержать вещи которые они приобрели например вы хотите переехать из квартиры в городе и переехать в либо в квартиру больше либо в дом и тут не стоит вопрос финансовый сколько это будет стоить чтобы там продать квартиру купить дом или продать квартиру купить квартиру побольше а тут стоит задумываться о том а сколько вам понадобится денег чтобы содержать этот дом или эту квартиру побольше там скажем в чистоте чтобы сделать там ремонт который вам нравится чтобы купить мебель которая вам которую вам хочется. Вот, поэтому то же самое, например, вы хотите купить себе там пуховик или там двадцатую пару обуви, неважно что, задумайтесь сразу, а сколько места займет эта вещь, например, какой-то шкаф, в который вы сложите, сколько вы потратите денег на это, или, например, вы хотите купить там какую-то обувницу, и вы понимаете, что, например, у вас эта обувница займет квадратный метр в квартире, а вашу квартиру, которую вы купили в кредит, вам обходится там, условно, тридцать тысяч рублей в месяц, и в ней тридцать квадратов, и вот каждый квадратный метр вам обходится в кредит тысячу рублей в месяц, соответственно, купив эту обувницу за пять тысяч рублей, вы потратите пять тысяч рублей, и плюс ежемесячно вы будете тратить на содержание этой обувницы в своем доме плюс тысячу рублей, пока вы не выплатите ремонт, потом, ой, не выплатите ипотеку, потом эта сумма снизится, и останутся только там ежемесячные платежи по квартплате. Так вот, минималисты и автор книги «Прощайте вещи» призывают к тому, что посчитайте все эти расходы, может быть, будет гораздо выгоднее пересмотреть все то, что есть у вас в шкафу, в квартире и в вашем распоряжении, и избавиться от каких-то лишних вещей, освободить свое пространство, тем самым сократив расходы и не тратя лишнее время и деньги, и свои ресурсы какие-то на то, чтобы содержать новые вещи в вашем окружении. Третья мысль, она мне понравилась даже больше всего, потому что я сентиментальный человек, и если мне дарят какие-то осязаемые вещи, то даже когда они приходят в негодность, и их пора бы уже по-хорошему отправить на пенсию, мне жалко с ними расстаться, ну, потому что я вспоминаю те приятные моменты и тех людей, которые мне подарили эти вещи, и мне как-то жалко с ними расстаться. На этот случай автор предлагает следующее решение, нужно сфотографировать вещь, подержать ее в руках, вспомнить еще раз те прекрасные моменты, которые были у вас связаны с этой вещью, и избавиться спокойно от этой вещи. Соответственно, все фотографии с вещами, от которых вы избавляетесь, вы складываете в какую-то папку на компьютере, каким-то образом удобным для вас это все синхронизируете, и при необходимости вы всегда можете вернуться к фотографии этой вещи, и воскресить в памяти эти все приятные моменты. А еще один совет по поводу того, что необязательно иметь все вещи, которые могут вам пригодиться в собственности. Например, для мужчин очень актуально, наверное, будет совет, что необязательно иметь весь инструмент, который вам может пригодиться для ремонта в собственности. Например, если вам нужен перфоратор, чтобы продырявить дырку в стене и прикрутить какой-нибудь дюбель, чтобы повесить картину раз в год, вовсе необязательно покупать перфоратор. Можно взять его в аренду, можно попросить там у соседа друга знакомого и так далее, и использовать его. Вот совет очень классный, когда я его прочитала, я задумалась о том, что у меня есть гараж, за который я ежемесячно уже вот несколько лет плачу арендную плату, и в этом гараже у меня хранится какой-то став. Я люблю, когда у меня став для спорта мой личный по определенным причинам, но вот есть, например, беговые лыжи и есть зимние коньки и ролики летние, на которых я катаюсь объективно, ну, раз-два за сезон. И это все лежит в гараже, и, собственно, я плачу за хранение этих вещей определенную сумму денег. И вот после совета, что, а может быть и правда стоит задуматься о том, чтобы продать эти вещи и просто брать в аренду, я поняла, что это будет мне гораздо дешевле выходить, чем хоронить эти все вещи и платить за их хранение. Это уже даже не о том, что я в своей собственной квартире что-то храню, а я арендую специальное место. И, кстати, судя по трендам, сейчас вот эти вот хранительные ячейки или аренда каких-то складских помещений под хранение очень сильно набирает популярность именно из-за того, что люди захламляются. Вот. И часто в гараж или на какие-нибудь антресоли отправляются вещи, о которых мы забываем, и это просто мертвым грузом складируется в квартирах, в арендованных ячейках, в гаражах, на дачах, где бы то ни было. Вот. Поэтому я очень сильно задумалась о том, что пора, наверное, пересмотреть свой подход к хранению и использованию стаффа и перестать платить ежемесячную плату за гараж. Собственно, если придерживаться вот этих всех несложных правил расхламления и подходить к покупке, хранению, складированию вещей более разумно, осознанно и смотреть, стараться смотреть на все с разных точек зрения, не однобоко, то вы упростите свою жизнь, упростите даже уборку в доме, потому что, как вот тоже говорит автор книги, например, у вас дома стоит скульптура совы где-нибудь на столе. Так вот, чтобы вам убраться и протереть пыль, вам нужно сделать несколько действий. Это переставить сову, протереть под ней, поставить сову на место. Если же у вас не будет этой совы, вам просто нужно протереть стол, на котором не стоит уже сова, и, собственно, будет у вас чистый стол. Так что я призываю вас думать разумно о том, как сократить свои вещи, особенно разумно подходить к хранению, потому что, как мне кажется, там самое, самое большое пространство для поглотителя времени, поглотителя денег, поглотителя пространства, именно вот в каких-то таких вещах находится. Вот, поэтому я уже в который раз разбираю свою квартиру. Вот за последние две недели уже набралось два мешка вещей, от которых я хочу избавиться. Уже часть я выставила на Авито, часть вещей я уже раздарила. И вот пока я разбираю квартиру, я еще параллельно думаю о том, что у меня в гараже, помимо коньков и лыж. И уже хочу приняться за гараж, за его расхламление и прекратить уже, ну, если с декабря не получится, то с Нового года точно перестать арендовать это помещение, поскольку машину я в гараже не храню или храню крайне редко, несмотря на то, что я не частый пользователь своего автомобиля. Ну, а с вами была Анна Кафырина. Удачного вам расхламления, удачного вам пути к минимализму, к вашему собственному. Всем хорошего вечера, пока-пока!